Друзья, я вас всех приветствую вновь на своем канале. Я вернулся из отпуска, начинаю пилить в большом объеме для вас интересный контент, показывать автомобили, которые приводятся на конец июля 2024 года, рассказывать какие у них пробеги, комплектации и сколько стоят эти автомобили. Как все мы знаем, сейчас есть санкции из ЕС по ввозу машин с объемом свыше 1,9, то есть двушки, трешки не завести сейчас. Поэтому везутся автомобили с объемами ниже 1,9 литра. Сегодня Peugeot 5008, рестайлинг, как видите, саблезубый лев у нас на обзоре. Это 1,5 литровый дизель, 130 лошадей, 8-ступенчатый айсин и 7-местная машина больших размеров. Ну, кто не понимает, так скажем, или не видел никогда 5008, сразу вам скажу, что приблизительно размерность этого автомобиля с Mitsubishi Outlander. Итак, давайте начнем про сам автомобиль, значит, говорить. Начнем с его стоимости. Она весьма себе демократичная для рестайлингового 5008-го. Стоит данный автомобиль 2 миллиона 250 тысяч рублей. Это 2020 год и 137 тысяч оригинального пробега. Итак, ребят, начинаем. Ура! То, что здесь дизельный, полуторалитровый дизельный мотор, я сказал, 130 лошадей. Рестайлинг у нас отличается внешним видом. Более новые вот эти вот бампера, радиаторная решетка, фары. Фары теперь LED абсолютно во всех версиях, просто в более дорогих есть еще внутри линзы. Здесь вот такой вот LED с отражателем. Но в темное время суток я уже ездил на 3008-х рестайлинговых с похожими фарами. Свет отменный, хороший, мощный. Итак, появились теперь у нас, как видите, светящиеся ДХО-клыки, что придает такой индивидуальности данному автомобилю. У нас 17-го диаметра на высоком профиле резина. Есть повторители, складные зеркала. Про то, что это семиместная версия, по-моему, я вам уже рассказал. Диодные задние фонари, уже более нового такого вида. Кстати, пластиковая крышка, она не загниет, да и сам кузов хорошо оцинкован. Камера заднего вида есть, передние и задние партроники есть. Либо большой, огромный багажник в этом автомобиле, либо есть третий ряд сидений, куда могут усесться дети, но взрослым здесь будет немного тесновато. Но все же из точки А в точку Б, там условно на 5-10 километров, и взрослые могут потерпеть проехаться. Итак, здесь даже есть такие вот ниши для того, чтобы положить какие-то личные вещи. Сейчас за красную ниточку потянем, и покажу вам, как можно сложить третий ряд и превратить его в огромный багажник. Так, друзья, вот такой вот багажник большой. Для того, чтобы, так скажем, ночевать в автомобиле, чтобы не было вот этой вот, так скажем, дырки, проще говоря, народным языком, если общаться, вот эти вот штучки, они отодвигаются, и когда вы складываете второй ряд вперед, то получается за счет вот этих защечек ровный пол, без всяких там лишних отверстий. Они на магните. Так, давайте-ка закроем крышку. Крышка у нас здесь на газоупорах. Так, комплектация это актив, так скажем, около базовая, но, ребят, он и не 3 миллиона стоит, поэтому какие-то даже в активе ништячки дополнительные есть в виде солнцезащитных штор, которые прячутся в карты дверей. Итак, огромный, конечно, здесь салон в 5008-м, вот между первым и вторым рядом, ну, просто огромное количество места, как в том же, к примеру, Шкоде Суперб, чтобы вы тоже понимали размерность. Так, откидные столики для задних пассажиров, очень удобная вещь, можно поставить планшет, бутылочку, что угодно. Так, ребят, сейчас покажу. Вот так вот отъезжает, то есть, сидение, чтобы легко попадать на третий ряд, если он открыт и используется кем-нибудь. Трехзонный климат, вот здесь, но нужно его включить в главном устройстве, чтобы он заработал, то есть, можно увеличивать, так скажем, вентилятор обдува задних пассажиров. Высоко достаточно находится потолок в данном автомобиле, что тоже очень-очень хорошо. Ну и место водителя. Есть подколенный подпор, регулируется по высоте вот эта вот подушка, вверх-вниз электрические, электро, значит, настройки поясничного подпора, ну а по клиренсу, так скажем, сидение водителя регулируется механически, вперед-назад, естественно. Скошенное рулевое колесо в отличном состоянии. Естественно, есть круиз-контроль в этом автомобиле. Все стекла автоматические. Электрорегулировка зеркал и складывание присутствуют. Так, ребят, трехзонный климат, сенсорный уже планшет нового образца, ну, в рестайлинге, у нас же рестайлинг, кстати, две ключ-карты. И уже появилась кнопка выбора режимов езды. Спорт, норма и эко-режим, чтобы он прям не потреблял, а только нюхал дизельное топливо. Так, такой вот ларец большой, куда можно даже двухлитровую бутылку положить. Кстати, он, по-моему, если... Да, я не ошибаюсь. Он с, так скажем, отверстием охлаждением. То есть, идет отверстие с кондиционера, и он охлаждаемый бардачок. Так, друзья. В принципе, буду на этом заканчивать. Такой вот беглый насмотр на новинку. 2024 года на июль месяц. Рестайлинговый 5008 с пробегом 137 тысяч километров. 2,250. Заинтересовал автомобиль? Набирайте, я на связи. Мой номер есть всегда в описании. Всем всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok